Где нащупали тогда? Вы покажите на машине. Сейчас, сейчас. Это не обязательно. А у другого, может быть, в другом месте там. Которого под кровь стоит. Он найдет его. И знаешь, что она еще будет? А что там? Там больно. И жестко, и больно. Нет, это не болевые точки. Это болит из-за того, что у нас там имеется закрепление. Вот здесь. Иногда, знаете, вот здесь выбор, это то, что мы накопили кучу эмоций. Кучу эмоций. Какой мазь? Водовой. Это просто, знаете, если для начала просто смотрите человека. Есть какая-то жесткость. У него жесткость большого здесь вот. да? Да-да-да-да-да-да. Вот тут, а? Вот. То есть там есть жесткость и болит. Слегка. Ничего там не надо давить, а то еще разморжитесь сами себе. Только потихонечку, раз раз, они начнут откликаться. Потом смотрите, вот эти вот лестничные у нас мышцы. Вот, вот тут вот они вот сейчас там болят. Вот. Потом еще вот здесь вот было. По грудине что-то у вас не болит? Нет, да? По грудине что-то у вас не болит? Нет, да? По грудине? Хорошо. У меня по грудине болело. Ну пожалуйста. У меня болит грудина. А у меня болит грудина. Да, это шрамы. Да, это шрамы. Вот смотрите, страшное дело вообще шрамы, которые остались. Они, как у молодого человека, ну получу шрам, ну и получи шрам, да, и что там все уходит, да? Со временем, да, нарушается питание, и вот это как бы облак, идет стягивание. И спайка, и стягивание. Ну, это все можно работать, потому что все складно. Вот. Вот потихонечку. Вот так как яwn. Он больше не могу. И вот он тяжик пошел. Вот вот тяжик пошел. Вот это самое низчайaki. Вот он тяжик пошел и он пойдет только крем. То есть это мы сksанываем, сделаем, и все пойдет нормально, отлично. А вот тут вот, конечно. Можно два меча. Можно два меча, может рябницы. Так. Показывайте, где он стоит. Больно? Нет. Я понимаю. А это сейчас? Нет. Ну, попробуйте, я вам покажу. Кто в том, кто в том же попробует. Вот, вот смотрите, вот здесь. Вот видите, там что-то оттяжек идет. А, да. Тяжек. Вот. Вот этот вот, наверное, он чувствуется, вот этот оттяжек. Мужа, да? Все попробуйте. Тут жена вообще. А вы уже еще в гости. Это было, вы понимаете. Смотрите, еще вот такие вот вещи, вот такие вещи, вот такие вещи страшные, страшные вещи, дворятся с нашим Атомом. Вот это вот полное. Значит, все это можно здесь у нас, вот, я не знаю, по поводу наступить, ну, где-то. Можно здесь, да? Значит, вот эта вот область такая, она, знаете, сложная, и здесь у нас вот возникает нечто подобное, вот такие вот тяжи, да? когда особенность человека посидела, и скользила, и не стала. И в итоге у нас тогда этот тазобедренный сустав, но все это развивается, все это приводится в порядок, все это направляется. Никто не хочет этим заниматься. Научились делать операции, вот эти вот, все встал туда вставили и побежал. Ну, понимаете, как бы сказать? Вроде бы, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, это уже инвалидность, потому что в наших костях, особенно у этих костях больших, тазобедренный, да, у нас происходит кредитворение. Костный мозг, у нас творит круг, значит, вас обмедлили. Ну, вот она, вот она зажатость, вот она зажатость в порядке. Чувствуется больно? Да, да, да. Знаете, вы сами только раз, знаете, что еще надо делать? Что делать? Что делать? Ну, подожди, когда идет воспаление, и там это, жидко скапывается, тогда все будет хорошо. А в данном случае, знаете, тяжело все-таки пальцы, профессиональные, массажисты, как у медведя, вы делаете нечто подобное палочкой, палочкой, и вот это только раз, ну вот, ну вот она, как-то через десятки едет. Не отдай палочкой, осторожненько. Раз, 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 и вот это только да, чувствуете? Она же вот, вот, вот она просто живет, вот сюда. И вот здесь вот эти все связки, вот эти все связки, получается, с возрастом, они становятся какие-то черствые, плохо питаются, и начинают болеть, и начинают вот это. Понятно? Это с костью связано, это со связками. Поэтому, разминаете, разминаете. Да, что еще можно делать? Ну, попробуйте приседать, раз, немножечко приседать. А вы смотрите, смотрите, сначала, вы же приседаете, вот так, главное, чтобы у вас пошла работа. Держаться-то можно так приседать? Конечно, вы будете держаться, потому что мышца должна растянуться, наполнилась кровью. Вот он, как мы собрались, наполнил кровью, потом хоть раз, ржалась, она вышла, раз, растянулась, раз, жалась. Начните с трех раз. Доведите через полгода до пятидесяти, и почувствуйте, ух, какая мы там встанет. Раз, нормально. Кстати, хрустальный лазер, то же самое, он, знаете, должен сжиматься, разжиматься, и он за счет этого питается. Что делать? Вот, поэтому вперед, смотрите, туда в руку, вот сюда на ногу, на разной дистанции. Ну да, на разной дистанции. Потом хорошо делать, я, наверное, завтра покажу, различные там прямосечки можно делать, для того, чтобы эластичность была. И то же самое, смотрите, с поясничными позвонками, что происходит. Вот мы сели, тело, тело, межпозвоночного диска, оно, грубо говоря, вот такое, мы сели, оно чуть вот так, придавилось, потому что, когда мы идем, это так, это так, оно так, межпозвоночный диск, за счет этого, он насазывает, значит, вот эту жидкость, и питается. Как только сели, или ими, вот этот механизм у нас, где стоит работать, и у нас потихонечку начинает спина и проседать, и наседать, и все таки. Поэтому, ходите, спрятки на носу. Так, такие вот вещи, а они, кажется, болезней, чем многие процедуры, такое стоит там. Ходьба, болезней бегу, правильно? Ходьба? Ходьба, болезней бегу. Да. Выстрая ходьба? Да. Выстрая ходьба, да. Там вот получается, фаза полета, как бы сказать, трасс. А тут, когда вот так, быстро обошли, видите, вот, как бы, трасс, 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 и главное, знаете, вот, уже, чем, ну, вы, как руки все уже, понимаете, да? Получается, что, подвешивается, работа со словом. Слово большое имеет значение. Вот мы, что-то такое, посыл от нас пошел только раз, хороший, он же может к нам и вернуться так же, хороший. Вот. А если, понимаете, что, что еще? Различные слова, они же еще по-различному влияют на наше здоровье. Вот, вот, смотрите, очень важно. Когда ты говоришь, доброго здоровьяца, значит, добро и здоровье. А вот слово, смотрите, вот, есть такое слово, которое желательно не говорить никогда. Худеть. Худо. Корень худо. Худо, это, значит, идет по всей жизни. Не только по здоровью, а по жизни, по делам, по семье, ну, по детям, по родителям и так далее. Поэтому его не надо вообще упоминать. А смотрите, вот, ну, вот про себя скажите, скажите, значит, ну, так уж умеет. Я худею. Я худею. Ну, про себя сказали, да? И прислушайтесь, прислушайтесь, как реагирует ваш организм вот на это хрена. Еще раз, мы с ним раз за два там сказали, да? Прислушались к себе. Прислушались, да? Запомнили это состояние. А теперь скажите, я стройнею. У меня, видите, сразу улыбка. Я стройнею. Как совсем другим силам. О! О! Задвигалось. Вы видите, что происходит? То есть не то, что вот это, от слова вот того, ухе, все как-то скушилось, вот так вот. А я стройнею сразу. Расправлюсь, за рот стоюмет, я сейчас покажу. То есть это то, что, то, что, то, что надо. Ну, что у нас по программе? Следующее. 2 марта. Личность человека. Методы работы с ним. Образование сознания. Черты характера. Методики работы с ними. Ответы на вопросы. Работа со словом. Да, да, сейчас и образно. Ну, и помимо всего прочего, другие, потому что время показывает, что у нас столько свободного времени, что мы охватываем все. для того, что даже индивидуальная консультация даже делали. Так вот, хочу взлокнуться немножечко к вчерашнему и вас спросить, вот делали то, что я вам сказал, ручки там, ножки там, Радо его представили. Да? Радо его представили. Вот. Радо его представили, да? Хорошо сразу вот это. Я вижу это на вас. Радо его представили, да? Соседовой. То есть, когда придешь, нам придет, допустим, к врачу, в этой очереди сидишь. Вот чем, чем, знаете, плоха, допустим, больница? Это тем, что очередь. Люди приходят со своими какими-то страданиями, и все это, оно оседает, невидимо, везде. Здесь, и как ты, как бы, вот, входишь в туман страдания, болезни, чьих-то забот, и так далее. Потом ты выходишь, это все на тебя налипнет. А вот, желательно так вот пришли, что вот эти вот какие-то заботы, еще, да, что-то там такое было, потому что я олянул в начале, на зал. И он, он был темный. То есть, вы какие-то вот темные были, понимаете? Придавленные жизнью, еще, какой-то заботами, еще. Вот как-то не светись. А сейчас они уже засветились. Это уже начинается, можно сказать, чудо своеобразного исцеления, которое вы можете сами делать. Вот, я когда начинал заниматься оздоровением, информации никакой не было. Ну, а проблемы были такие довольно... Сейчас бы я сказал, они не такие серьезные. Но тогда это, знаете, что-то там такое серьезное, для того, суицид, или еще что-то такое применять. Вот. И думаю, ну, откуда брать информацию? Откуда то, сё, пятое, десятое? Потому что обращался я к врачам там, ну, по своим там этим, болячки какие-то там были. Дается лекарство, которое воздействует... Ну, допустим, вот у меня был геморрой. Я занимался тяжелой атлетикой. И в армии мне сделали операцию апеллицита, я начал дальше заниматься. Хух, у двадцатилетнего парня геморрой. Представляете? И туда дальше, он, по-моему, так и хорошо мне так давал это самое. О себе знать. Вот. Врачу пошел, выписывает свечи, все хорошо, я там поставлял, я там недели, все две. Отлично, думаю, свечи. О! Прошел месяц, то же самое. Я думаю, не долечился, иду к врачу, он опять на своей свечи, чудо это, через пол месяца. Опять, третий раз, уже еще меньше. Это что такое? То есть, причина-то осталась. то есть, человек не поменял ни образ мышления, он поменял ни образ, там, питания, двигательной активности, и все не получается. И даже вот сейчас я вам скажу, вот знаете, я вот это вот особо не делал, вот там какие-то там проблемы в животе, которые вылазили на спину. Знаете, что получается? Вот это вот, вы когда прощупывали, да, только раз-раз-раз-раз-раз, где-то хоп, болит. Да? Что такое боль? Боль это спазм. А спазм, это вот так все тянет. А так как здесь имеются спай, не спайочки, а эти самые, сухожилия, которые крепятся там к спине, оно же, все что-то должно крепиться, а то оно вывалится. Вот. Оно, значит, ночью, во сне, нерасслабленно, вы легали спать, да, вы расслабились, а здесь нет. Представляете, оно, вот это вот, спазм, за счет вот этих вот, сухожилий, которые крепятся, позвоночник, он вытягивает позвонок внутрь. И вы встаете, что такое, спина вот так вот, скривилась, понимаете? уже, я говорю, ничего не делаю, я вот, лег нормально, а встал уже, искривленный, а если что происходит? А вот это только, раз, 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 ага, нащупали, вот вы нащупали, у меня сначала там болело, да, больно было, может быть острая боль, а вы немножечко, не надо там, сильно, вот, на следующий день, еще, 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 этот спазм уходит, у вас, уже, и позвонки стоят на месте, вот я, допустим, сегодня делал, а смотришь, он вот так, щелк, то есть, он освободился, потому что, вот этот, когда спазм возникает, ну, очень трудно, вообще, сначала, знаете, расстрелить, ну, у кого, спина болела, да, знаете, значит, я как схватил, и попробую, расслабься, пока вот этот процесс какой-то, не пройдет, вот, а тут я говорю, вот это сам, оп, сделал, все отлично, хорошо, и как-то там, ну, совсем по-другому работали, кишечники, это, так вот, сегодня, значит, немножечко поговорим о, как бы сказать, о нашем сознании, такая, такая важная вообще беседа, знаете, в рамках познай себя и будь здоров, откуда идут наши, вообще первопричины, наших, вот этих всех болельщиков, вот мы думаем, мы думаем, что человек, ну, сначала я хочу так сказать, откуда возникает сознание, сознание, ребеночек родился, да, у него только есть органы чувств, больше у него ничего не было, и вот он что-то лазает, пробует, лежит, слушает и так далее, и у него на основе вот этих вот, органов чувств, возникает банк информации, банк информации, это, значит, ну, значит, вкуса, банк информации, это, вот, пробует это, банк информации, он слушает, еще, 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 и потом, что такое дальше ум, а ум, это, как этим пользоваться, он, допустим, он видит, а это, вот, допустим, тетя, а это вот мама уже, он отличает, то есть ум, как сличительный аппарат, да, дальше уже, что у нас возникает, ну, естественно, память каких-то событий, на основании этого банка, и, уже дальше идет ум, как инструмент, который указывает, насколько эффективно вы можете действовать, насколько эффективно можете применить те, ту память, которая у вас была, да, и вы ее можете, вот, к этому событию применить, для того, чтобы, получить какой-то там результат, то есть, вот так вот сознание образовалось, а, а вот дальше, как бы, ясно, да, сознание образовалось, а вот, как черты характера образуются, да, оказывается, черты характера образуются следующим образом, любое живое существо, оно, знаете, как сосуд, который надо двигать, то есть, ну, любое живое существо, в том числе, человека, его надо двигать, и, вот эти вот движения, они, ну, побуждение к этим движениям, называется инстинктами, как-то, вы знаете, оно не цепляет, а слово побуждение, что меня побуждает, ясно, первое побуждение, это, естественно, к жизни, к жизни, и тут сразу идет следующее, жизнь может быть, ну, разная, комфортная, некомфортная, если человек, вот смотрите, чрезмерно стремится к комфортной жизни, и уже за этот комфорт, он там, ну, готов и сам много там потратить своих жизненных сил, да, чтоб этого добиться, и он, в некоторых случаях, он готов там пойти на какую-то там, ну, подлость, предательство, чтоб этого достичь, это уже формирует, что черту характера, говорят, этот человек, ну, склонен к богатству, и более того, если один наживает честным трудом, то, а вот этот, он может пойти по головам, лишь бы свое достичь. То есть, вот уже, побуждение к, ну, к самосохранению, к хорошей жизни, оно, значит, формирует черту характера. Черта характера, значит, тут дальше я вас немножко погружу, да, вот так. Черта характера, это есть информационно-энолитическое образование, как будто, знаете, мы вот по стеклу прочертили каким-то там резаком. Черта, получилось, и все, понимаете? И она уже дальше, вот, по всей жизни, практически, она вот так вот примерно будет работать. И, что еще важно сказать? Вот, важно сказать сразу же, да, помимо физического тела, у нас есть тела, вот, как говорят, тонкоматериальные. Некоторые говорят, никаких там тонкоматериальных тел нет и так далее. И тут я опять вот, возвращаюсь к вчерашнему разговору и говорю, вот, некоторые ученые исследуют, говорят, это есть. Другие там лечат, или еще что-то делают, говорят, этого нет. Были, наука сейчас, значит, научилась фотографировать в высокочастотном поле и, допустим, ну, как бы говоря, фотографируют листочек. Он, знаете, светится и все эти краешки видны. Оборвали сейчас листочком, опять его фотографируют, значит, смотрите, виден зубчик, где там это, оторвали его, но в то же время и то, что оторвано, там есть. Только свечение немножечко меньше. Берут один листочек, оторвали два часа, его подержали, да? Ну, сначала сфотографировали, вот такого свечения вокруг него, да? То есть жизненное проявление. Потом через два часа фотографируют, а у него уже сладенькие такие жизненные проявления. То есть жизнь это еще проявление, он как бы от нас свечение. Что делают? Берут другой листочек, отрывают и кладут рядом. Рядом только положили, сфотографировали. Значит, вот этот, свеженький, он, значит, большая, у него такое свечение, у этого маленький. Грубо говоря, через двадцать минут фотографируют. Одинаково. Одинаково, да, передал. То есть вот такие вот вещи есть. К чему я хочу сказать, что когда у человека есть вот такая черта характера, там, знаете, настырность? Нет, не настырность, а вот о чем мы говорим. Я бы не сказал жадность, а знаете вот... Настырность? Нет. Вот это любовь, будем говорить, к стяжанию этих всех богатств, жизненных благ и так далее. У него уже вот эта вот информация, вот эту черту характера делает настолько мощно, что она может привести к заболеванию. Плюс, ну, будем говорить, этот человек уже, когда она чрезмерно выражена, он является скряной. У него тут всего столько, как у наших аллегаторов, а поделиться нет. Он это не съест, он это ничего не сможет сделать и так далее, но не даст. Понимаете, черта характера, потом да. Потом попала революция на это основе развиваться. Нет, да. В детстве слащий наркотик ничего не ел, а потом сразу на него все опустили. Откуда вот такая черта характера берется так? Черта характера берется. Вот это чрезмерная... Очень хорошо в детстве жил, что ли? Мы сейчас туда не будем, просто, что есть такая черта характера, это основанная на побуждении к любви, к комфортной жизни. Одни, знаете, вот заболел, ему наплевать там на себя, а другой чуть заболел, бьет в больницу, туда-сюда. Это тоже к этой же черте характер относится. То есть забота о своем собственном здоровье и благе. Но все должно быть выражено в меру, потому что некоторые, знаете, там, настолько у него выражено все это, что он может там забыть про свою семью, там еще что-то, он только вот делает, как в песне. Делай деньги, делай деньги, и остальное требедей. Ну это же тоже нехорошо, да? Ладно, вы примерно поняли, сейчас я проскочу дальше. Следующая черта характера, вернее, побуждение, это побуждение к продолжению рода, которое я лично... вот я для себя, знаете, уяснял, что мной движет, почему я такой, почему я так поступаю, где-то хорошо, где-то плохо, где-то, понимаете, и важно себе уяснить, почему ты так поступаешь, чтобы это как-то исправить. И потому что все это приводит к тому, что ты можешь просто-напросто быть неприятен окружающим, семье, друзья, на работе и так далее, и так далее, да? Так вот, следующее побуждение к продлению рода, которое выражается, это, конечно, любовь, это, конечно, дружба, это забота о родителях и забота о детях. Ну смотрите, что получается, родился с ребеночем, а мама или папа, они забыли о себе, они целиком со сосредоточены только на своем ребенке, и все-все-все-все. То есть черта характера вот так. А то и на ребенка, вообще-то, плохо действует. Но у него формируется, он свою жизнь забыл, да? И чуть что-то случилось, он сразу говорит, ой, у него там сына, дочки, такой, то есть... Дальше. Как действует черта характера? Черта характера, вот это слово и есть такое, эмоция, которая переводится волновать. Оно волнует. То есть черта характера, если человек потерял в первом случае какие-то денежки, на телефон положили или туда, да? Волновало, неприятно, да? Выводило. Оно может успокоиться, а может, знаете, как человек, как начнет там по инстанциям ходить, и так далее, и так далее. То есть, да, оно, понимаете, вот до того, что доведет до каких-то последствий. Вот. То есть черта характера волнует. И тут, смотрите, что возникает у нас. Из-за сначала энергетического волнения в нашей вот этой вот теле, которая является двойником. То есть у нас есть, смотрите, физическое тело. Физическое тело, так как вот это вот свечение показало, оно строится по энергетическому телу. Вот. И вот именно волнение в энергетическом теле вызывает различные изменения. Знаете, вот, ну, как мы скажем, вот, вода тихая, а только, хоп, капельку капнули, вот, раз-раз-раз запрыгала. Потом успокоилась. Так вот эти вот изменения, к чему они ведут? Первое, значит, это сердце. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук и забилось. Второе изменение, да? От волнений. Это, допустим, у нас дыхание. Задышание. Третье, что уже хуже, это сосуд дышает. И кто часто волнуется, у того, в конце концов, возникает повышенное артериальное давление. Причем стойкое. Как вот мы сейчас вчера с вами пробовали эти мышцы, да? Оказывается, мышцы есть. Вот он сосуд кровеносный. Это стеночка, по которой мы говорим, собственно, кровь идет, да? Она гладенькая. А сверху такая оплетка мышечная. А сверху еще просто, знаете, как, типа изоленты. И вот, когда человек помыется, он такая... А-тя-а-а-а! Сжало, понимаете? Сжало и не отпускает! Он не может расслабиться. Вот вы уже знаете, мышцы вот сжались и почему-то не расслабляются. Так когда происходит вот это у людей с сосудами, у них возникает стойка, повышение артериального давления. И вроде бы с препаратом, вроде еще чем-то расслабились, человек успокоился. Но стоит чуточек поволноваться, вот этот спазм обратно сразу хватает. Поэтому первым делом, когда я разбирал на себе гипертонию, это научиться отношиться к жизни без волнений. Да, случилось это. И надо не волноваться, а что там делать и как далее. А просто, а, это случилось, что надо сделать, чтобы выйти из этого состояния, чтобы еще что-то такое делать. И все. И тогда она не действует. А так человек, ой, ну возьми вот эти 500 рублей, там, кому-то на телефон положило, как же это взять, как это куда-то пойти, и вот это крутится, 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 и она, наверное, метально. То есть это уже неправильная работа сознания.